Устройство для мытья головы и прибор для надевания носков. Такие необычные изобретения очень нужны медколледжу. В феврале здесь прошел один из этапов регионального WorldSkills и вполне успешно. Воспроизводя самые типичные ситуации, с которыми сталкиваются наши медицинские рядовые, удалось понять, куда двигаться дальше. Четыре компетенции по стандартам тут уже были, а пятый станет новаторская. На основе популярного чисто у нас акушерского и лечебного дела. Дело в том, что фельдшерская специальность максимально популярна в России и очень востребована. Но на уровне конкурсов национальных, российских, конечно, мало представлено. Тем более, когда речь идет о международной, потому что фельдшерская специальность, конечно, российский наш вариант. Мы предложили, разработали ее. И к нашему удивлению, к нашей радости, это нашло отклик в Министерстве просвещения Российской Федерации. Но есть сложность. Медколледж должен на свои средства привести в порядок помещения, соответствующие требованиям мастерских. Это и соответствие бренду, и сохранение цветовой гаммы. Здесь это глубокий синий и сиреневый цвет. Но даже это, как видно, не помеха. Уже отремонтированы несколько кабинетов, которые ожидают новой мебели и оборудования. Можно по кругу встать, сесть. Можно друг с другом сесть. Мы вот такие карты для себя берем. Практика этого года показала удивительную вещь. Почти треть медицинского персонала в учреждениях республики – те, кому за 50. Поэтому среди участников чемпионата в основном люди опытные. Со стажем не менее 15 лет. Но именно их мы каждый день встречаем в поликлиниках и больницах чаще, чем врачей. Их задача не менее важная, и они также должны быть готовы оказать помощь пациентам. Чтобы сломать стереотип, что человек в возрасте не так умел, не так конкурентоспособен. А именно здесь они могут показать, что они действительно востребованы на рынке труда. Что у них есть чем поделиться с молодыми кадрами, есть чему научить и есть какой опыт передать. Вот, например, Вера Ивановна. За 40 лет практики сначала был дом престарелых, теперь госпиталь ветеранов. Там она проводит лечебную физкультуру и делает массаж пациентам. В данной смоделированной ситуации в квартире ее ждал пожилой пациент с ушибом руки. Упал из-за сильных головокружений. Повернулся на корточки и попал на корточках к дивану. И потихонечку он сел. Вот научили его правильно падать. Если он чувствует уже головокружение, значит, надо как правильно себя вести. Ну и еще проблема у него, значит, слабость в руке левой после инсульта. И здесь мы тоже объясняем. Надо заниматься гимнастикой, разрабатывать руку. И, значит, массаж немножко делать. Вот почему такая работа на результат нужна. Впрочем, главное, отмечает директор медколледжа, что все отремонтированные и оснащенные помещения будут функционировать не только во время конкурсов. Лаборатории и мастерские по международным стандартам будут доступны студентов и во время всего учебного процесса. А еще здесь появится возможность для повышения квалификации и профориентации детей. Дарья Волокжанина, Павел Фетисов, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.